Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас в некоторые времена доходит время ожидания скорой помощи до 30 часов. И, естественно, это вызывает у людей, которые не знают этой ситуации, и претензии, и жалобы, и проклятия в адрес врачей в социальных сетях можно встретить. А я-то понимаю, я вижу эту ситуацию немножко изнутри. Ситуация-то объективная, и никого виноватых-то здесь, в общем-то, нет. Я подумал, чем лично я могу в этой ситуации помочь и врачам, и людям, ну и в целом нашему городу. На эту мысль меня натолкнула ситуация в Иркутске, насколько я помню, где люди на своих машинах возят врачей, участковых терапевтов по вызовам по тем районам, где они работают. Но, во-первых, у меня нет такого количества машин. Во-вторых, я посчитал, что это не самый эффективный способ, потому что, ну вот врач пришел на вызов, он примерно там 20-30 минут находится у больного в это время, машина стоит, и, в общем-то, это неэффективно. Эффективнее же, когда врач выходит на вызов и вызывает такси, такси его довозит, затем врач машину отпускает, там проводит манипуляции, слушает больного, затем выходит больного, вызывает и снова едет по следующему адресу. Это гораздо эффективнее, в плане меньшим количеством машин можно обслужить большее количество врачей. А машины должны быть какие-то конкретные, или это может быть любая машина? Это любая, совершенно любая машина. Там у врачей, у них свои протоколы соблюдения безопасности, если они там идут к ковидным больным, они одевают этот вот скафандр, так называемый. Спецзащиты, костюм. Когда в машине находятся в маске, в перчатках, они об этом проинструктированы, обучены им напоминать, врачам это не надо. Ну, собственно, сейчас и даже к любым пассажирам такси такие же точно требования, как минимум, в маске нужно находиться, поэтому с точки зрения безопасности и к каким-то требованиям машинам здесь ничего специального нет. Ну и, соответственно, я был с задачей своим людям узнать, как это можно сделать. Они зарегистрировали у меня компанию «Вятка Авиа» в системе «Яндекс.Такси». Оказалось, что это можно сделать буквально за пять минут. То есть любой предприниматель свою организацию в «Яндекс.Такси» может зарегистрировать очень быстро. Далее туда закидываются деньги на корпоративный счет. Далее я связался с Министерством здравоохранения. Мне дали людей, которые собрали контакты врачей. И на сегодняшний день мы подключили к этому сервису, с учетом вчерашней последней группы врачей, 80 врачей. Из кировских поликлиник, да? Из кировских поликлиник. Это на сегодняшний день в седьмой горбольнице поликлиника первая, вторая, третья. В восьмой горбольнице поликлиники, вот мы их вчера подключили, первая, третья, четвертая, шестая, восьмая. И клиника диагностический центр, это угол, находится Ленина, Московской. Как в Минздраве вообще отреагировали, когда вы позвонили с этим предложением? Ну, им особо реагировать-то некогда, потому что... Ну, мне кажется, там все в делах, все в делах. Да, немножко все с ума сходят, потому что нагрузка на врачей, вообще на любых людей из медицины сейчас колоссальная. Ну, поблагодарили, конечно, вот связались с людьми, и дальше я уже сообщался с теми, кто мне давал координаты врачей. И на сегодняшний день будет 80 человек, я вот сейчас распечатал статистику, было за неделю, чуть меньше недели, 80 вызовов. Но, повторяем, вот самую большую группу врачей мы подключили только вчера еще. За неделю расход у меня по корпорации составил порядка 15 тысяч рублей. Но я думаю, сейчас эта цифра вырастет в несколько раз, потому что, в общем-то, в три раза количество врачей выросло. Мне бы хотелось, чтобы каждый предприниматель, у кого есть желание и возможность, подключил бы какую-то, ну, самую простую поликлинику, ближайшую к своему дому. Поскольку эти же врачи ходят же и к соседям, им, дай бог, не дай бог точнее, к ним может быть вызов, и к любому другому человеку. А врач, у него ведь тоже количество работы выросло сейчас, поскольку и простудные заболевания, и с коронавирусом масса людей, и просто много сил, лечных врача. Ну, давления, сердечники много, конечно. И остальное все вообще никуда не делось. При том, что количество вызовов выросло в несколько раз, количество врачей уменьшилось. И чтобы хоть как-то помочь, просто и сохранить силы, и увеличить производительность. Вот такой вот шаг вот мне пришел в голову. Ну, а вот смотрите, да, 15 тысяч, ну, немаленькие деньги, получается, в неделю, особенно если там их умножать на месяц, и непонятно, насколько это все продлится. То есть, насколько долго там вы готовы нести эти расходы? Как-то вы в голове там просчитывали, что, ну, какая-то там психологическая сумма, да, комфортная, то есть вот я выделю на это там 100 тысяч, а когда вот этот лимит завершится, нужно будет сворачиваться, да, чтобы не нанести урон там собственному бизнесу. Нет, не просчитывал, здесь скорее другой будет. Если я вижу, что сумма будет слишком велика, я уже просто пойду по личным связям, по знакомым, по предпринимателям, кто бы мог подключиться к кому-то, часть врачей я мог бы передать, грубо говоря, на обслуживание. Олег, вы пост разместили несколько дней назад. Были уже отклики какие-то вот от знакомых, от коллег, может быть, там? Кто-то изъявил уже желание. Кто-то уже подключился к вам, да, присоединился из бизнеса, я имею в виду. Ну, я такой информации не располагаю. То есть, перепостов там было несколько, несколько десятков лайков. Что реально происходит, я не могу знать, потому что это кто-то сам подключает себя в Яндекс.Такси, мне это никак не узнать. Я вот сейчас пытаемся связаться с Яндексом, по крайней мере, они сами изъявили желание там со мной пообщаться, но пока еще не связались, чтобы... У меня предложение такое, сделать какой-то общий счет, волонтерский, так сказать, куда каждый человек мог бы закинуть там 50, 100, 200 рублей. Не только предприниматели, но и обычные жители. Потому что сейчас у обычных людей нет такой возможности. Только корпоративные тарифы там возможны. А это нужно, чтобы Яндекс проявил инициативу, либо другая служба такси. То есть у другой службы такси, по идее, вот этот механизм ведь тоже может быть проработан. То есть есть какая-то там, условно говоря, там, не знаю, корзиночка, да, в которую можно сложить средства поступающие волонтерские, там, или от жителей города, или от бизнеса, и потом эти средства расходовать именно на конкретные номера уже врачей. Ну, пока я про такое не слышал. Но я думаю, что технически это сделать несложно. То есть это реально могут сделать? Конечно. Интересно, а получали, возможно, тоже какой-то отзыв от врачей, от самих, да, насколько стало проще вот ездить на эти вызовы, насколько время экономится, на что вот? Правда, прям и пациенты это почувствовали, и врачи. Пока нет, не получал, да, в общем-то, у меня тут и задачи такой не было. Я просто вижу общую ситуацию, я вижу, что вот это узкое место, которое можно помочь расширить, потому что очень долго люди сейчас ждут вызовов. А сейчас, когда врач вот из конца конец города ездит на такси, это в разы сократится время его перемещения, он больше обслуживает. Я просто по количеству вызовов, по географии перемещения по городу, я вижу, сколько времени они экономят по сравнению с тем, что ходили пешком либо ездили на общественном транспорте. А вот врачи, да, вы говорите, в костюмах, если они, если ездят к ковидным пациентам, нет такого, что, например, водители такси могут испугаться? Не было ли проблемной ситуации каких-то, вы не слышали? Я про это не слышал, мы заранее связались с Яндекс.Такси, со своим персональным менеджером, нам сказали, нас заверили, что проблем не будет, если где-то будут проблемы, обращайтесь к нам. В общем-то, все водители такси проинструктированы, что никакого там особого внимания или там страха перед врачами быть не должно. Ну, и за неделю, в общем-то, такого ни одного случая не было. То есть проблемных ситуаций не возникало, не было такого, чтобы там водитель отказался кого-то из медиков везти? Нет. Не было такого? Не было. Вот, но, насколько я понимаю, это не первая, да, акция, которая посвящена врачам в городе? Да, то, о чём говорит Олег, это действительно история с Иркутском, там, ну, вот ребята, которые это дело затеяли, я там некоторых из них знаю, это действительно, ну, такое объединение гражданское, что ли, да, именно граждане объединились и волонтёрят, собираются... А в Иркутске-то как происходит? Это водители, тоже водители такси? Нет, это обычные водители, люди просто, жители города со своими автомобилями, кто может уделить какое-то количество времени каждый день или, там, через день, да. Я так понимаю, что есть некие координационные центры, куда они скидывают, что вот завтра я могу повозить врачей, там, со стальки-то до стальки-то, да, ну, в какое-то конкретное время, да, и этот человек вот выходит на линию, да, что называется, как обычный таксист, ему, видимо, дают какие-то номера или, может быть, адрес поликлиники, куда он приезжает, и действительно, вот он возит врачей. Я даже не знаю, как это происходит, то есть один медик садится в машину, и его везут по конкретному адресу, или несколько медиков садится в машину, их там развозят просто, да, по адресам, а потом точно так же забирают и везут в следующие места. Послушайте, а вот мне ещё интересно, вот, говорите, Олег, да, что вы видите географию, как, насколько далеко приходится ездить врачам. Я почему-то думала, что за врачом закреплена, то есть, какая-то определенная района. Мы не можем сейчас сказать, так ли это действительно вроде бы должно быть так, по логике. То есть я не думала, что кто-то с Зонального, например, едет на юго-запад, да, условно? Ну, скорее, раньше так и было. Я думаю, что раньше поликлиника ходила всё-таки там по своему участку. И в большинстве случаев именно так и происходит. Ходил по своему участку, да, всё-таки, ну, так вот территориально. Но сейчас ситуация-то такая, что медиков не хватает. Во-первых, не хватает. Во-вторых, есть отдалённые районы, Лингасово, Дороничи, все пригороды, куда просто реально сложно добраться. Там европейские улочки, там этот же... Знак. Да что угодно. Все новые окрестные вокруг города районы. Это долго и далеко. Во-вторых, есть действительно дальние вызовы из своих поликлиник. Видимо, они по своему адресу едут. Я вижу просто падает, что едут из поликлиники куда-то в район другой поликлиники. Потому что есть специализированные врачи, которых, в принципе, немного. То есть не простой там участковый терапевт либо педиатр, а какой-то узкой специальности врач. В-третьих, просто есть и достаточно обширные районы, где пешком не находишься. Ну и ещё раз, при подключенных там 80 врачах, я смотрю, что ездят-то в основном такие действительно на достаточно средние либо дальние расстояния. То есть из дома в дом такси не вызывают. То есть на таких случаях ходят пешком. Не злоупотребляют, да, добротою. А с технической точки зрения общались с Яндексом? Насколько возможен вот этот вариант, про который вы говорили? Ну, некого вот волонтёрского счёта, да, на который бы деньги могли складывать не только предприниматели, но и обычные люди? Вот вчера мне написали в личном сообщении, я оставил свой телефон, жду звонка от них. То есть ещё не выходили на сайт? Пока не было. Ну, то есть вот эта история с регистрацией, там, да, своей вот этой корзиночки на Яндексе, да, она несложная. Она несложная. Любой человек может это сделать. Там или ООО, либо предприниматель. Нужен расчётный счёт, юридическая регистрация и так далее. Ну, я имею в виду, да, любой бизнесмен. Я прошу прощения всё-таки, да, поправочка такая важная. Не очень пока понимаю, как вообще вот скоординировать вас всех между собой. То есть ощущение такое, что, наверное, ну вот желание помочь есть у многих, да, в том числе, наверное, у многих предпринимателей. Но вот сама процедура, то есть сначала надо вот с Яндексом, да, решить вопрос, потом всё-таки надо, вероятно, звонить в Министерство здравоохранения и там как-то оставлять свои координаты, брать телефоны, подключать эти телефоны, да, к вот этой своей корзиночке. Да, надо, чтобы они сказали, кто сейчас наиболее нуждающийся, и кто ещё не подключен. Да, если 10 человек будет это делать, это так надо. Всё это сколько времени заняло? Ну, это немного. Ну, то есть я пообщался с министром, он мне дал координаты главврача седьмой больницы. Но у вас, видите, у вас есть прямой выход на министра, не у всех предпринимателей есть. Я думаю, с таким предложением по любому телефону позвонить в Министерство, тут же выведут на нужного человека. На городской телефон Министерства здравоохранения. Здесь обычная бюрократия перестанет работать. То есть к ру можно будет найти номер телефона, я думаю, что даже в приёмную можно позвонить. Ну, пусть обращаются ко мне, найдут меня в соцсетях, и я скоординирую этот вопрос. Это вообще несложно. Мне кажется, что вот к такой вот истории было бы вообще прекрасно подключать именно крупные предприятия, да? Ну, потому что, возможно, для малого какого-то бизнеса в условиях пандемии эта нагрузка будет какой-то и неподъёмной. В том плане, что, ну, вряд ли кто-то... Вроде ты заявился как бы, да, что готов помочь, и при этом у тебя очень ограниченный ресурс. Да, может, кто-то постесняется, скажет, там, ну, вот всё, что я могу выделить, это, там, 10 тысяч в месяц, с учётом того, что кто-то выделяет по 15 тысяч в неделю, вроде бы, зачем это, да? Что тут я со своими копейками влажу? Хотя, на самом деле, вот если эта история с волонтёрским счётом каким-то, или волонтёрской вот этой корзиночкой вообще сработает, любые, наверное, там, пожертвования, которые будут поступать, эта история такая хорошая. Вот, я должна сказать, что крупный бизнес, ведь он и помогает, ну, в том числе иначе может. Вот компания Чепецкий нефтепродукт тоже надо сказать им большое спасибо, да, дважды, насколько я понимаю, они передавали станции скорой помощи по две тонны дистоплива на то, чтобы машины могли ездить, да, как раз по вызовам, чтобы хоть как-то поучаствовать. Ну, вот эта вот история, да, она действительно про солидарность, она про то, что мы можем все сделать сейчас для врачей. Понятно, что все мы можем носить маски, да, как-то себя обезопасивать, там, да, с точки зрения того, чтобы не заболеть и не повысить нагрузку на врачей. Вот, ну и вот такие деятельные истории, это тоже такой способ там. Ну, вот для поднятия духа, да, команда Родина тоже запускает. А, с шевронами будут выходить. Да, они будут с какими-то тематическими шевронами на рукавах. Герои нашего времени у них на шевронах и крестик, по-моему, вот этот медицинский. Да, ну, насколько я понимаю, сейчас тоже не совсем понятно, будет ли куда им выходить, с учетом того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Не знаю, не смотрела, к сожалению, в последний раз, что там ФМР решила по поводу... Остав, выкладывали, в общем, они только несколько матчей чемпионата. Может оказаться так, что игр не будет. Ну, вот. Ну, посмотрим, конечно, будем надеяться. И, возможно, еще какие-то акции к нам перекочуют из других городов. Потому что если вот такая вот история получилась в Иркутске, возможно, кто-то и в Кирове, например, решит повторить тот же опыт. Ну, мы волонтерскому штабу нашему задавали, кстати, этот вопрос. Где-то примерно неделю назад региональному ресурсному центру по развитию добровольчества, который помогает вот этой вот истории с волонтерами и медиками, с развозкой и разносом продуктов по людям, которые дома сидят на самоизоляции. И там Наталья Новикова говорила нам, что да, действительно, вот эта мысль по автоволонтерам, она тоже приходила в голову. Но пока, насколько я понимаю, не реализована еще эта история. А здесь вот уже готовый механизм у Олега есть. И это действительно там, да, ну, в некотором смысле даже хорошая история в том, что и бизнесу помогает заработать. Я имею в виду компании там такси и водителей обычных, да, которые сейчас, может быть, и не сидят без работы. Но, тем не менее, это тоже вот им в копилочку. Ну, я вот вспомнила, да, по поводу студентов тоже, медиков. Писала мне коллега бывшая о том, что она пролежала, по-моему, 10 дней в Гане, но у нее тоже была пневмония, такое достаточно тяжелое течение. И много студентов там тоже, волонтеров и медиков работает. И прям очень положительно она о них отзывалась. Говорила, что прям настолько люди воодушевлены своей работой, несмотря на то, что действительно там работать приходится в тяжелых условиях. И это не специалисты, которые прошли какую-то там супер-мега-подготовку, ординатуру и все прочее. Но вот, тем не менее, в общем, какие-то плюсы, видимо, мы извлечем. Ну, как минимум, вера в людей, вот сейчас, в хороших людей, в то, что люди что-то могут изменить и чему-то помочь, да, и кого-то поддержать, она уже появляется. Мы благодарим Олега Кочкина, президента компании «Вятка Авиа», вот за эту схему, которую вы подсказываете. Очень надеемся, что к вам присоединятся другие предприниматели. Кто-то может быть сам по себе, кто-то, может быть, после того, как вот срастется эта история с волонтерской корзиночкой. Если получится это сделать, будет, конечно, замечательно. Спасибо большое еще раз за то, что вы делаете. Олега мы Кочкина отпускаем сейчас. У нас реклама немножко пораньше начнется, и после нее мы вернемся уже с другой темой. Еще раз всем кировчанам напоминаю, да, что нагрузка на медиков сейчас велика, и, пожалуйста, по возможности постарайтесь себя беречь, чтобы не увеличивать эту нагрузку, да, и люди работают сейчас, правда, там, да, ну, вот из последних сил стараются сделать так, чтобы мы не болели. Это вопрос не только вашей безопасности, но и ваших близких, там, ваших друзей, ваших соседей, кого угодно. Спасибо Олегу. Реклама у нас сейчас. Продолжаем дневной разворот. Сегодня в таком формате нон-стоп очень быстро мы меняем гостей в нашей студии. Подошел к нам Алексей Сухих, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Алексей Васильевич, добрый день. Добрый день. А говорить мы сейчас будем про персональные цифровые сертификаты. Это тоже такое важное событие, которое вот, ну, не терпит отлагательств, что называется, да, надо о нем рассказать как можно скорее, потому что для получения этого самого персонального сертификата остаются вот буквально считанные дни. 30-го числа все заканчивается. До 30-го октября нужно успеть. Рассказывайте нам, что это за цифровые сертификаты такие и что они людям дают. Это бесплатная возможность для граждан, граждан, жителей России и в Кировской области получить, пройти программу повышения квалификации, направленную на получение либо усиление своих компетенций в сфере цифровых технологий, направленных на реализацию проекта, в том числе и цифровая экономика. Вот сейчас эта фраза на повышение компетенций в сфере цифровых технологий может многих отпугнуть. То есть это люди могут заявиться только с техническим образованием или спектр вот этих вот специальностей широк, и гуманитариям там тоже есть место? Сертификат может получить любой гражданин, имеющий среднее либо высшее профессиональное образование любого направления, потому что цифра, как это ни звучит, она добралась сегодня до всех глубин. И сегодня мы имеем на ресурсе 288 уже одобренных программ повышения квалификации. Это проекты от цифровизации молочно-товарной фермы, заканчивая навыками программирования на питон, освоение необходимых офисных приложений и так далее. То есть любой специалист в любой сфере деятельности имеет возможность подобрать себе программу по душе. То есть человек не обязательно должен быть прям профи, вот вопрос, как IT и прочее, да? Уровень совершенно разный. Разные программы рассчитаны на разный уровень. Подготовки специалистов, то есть имеешь базовое, среднее либо высшее профессиональное образование, эти программы ты в состоянии пройти. Это в момент подачи заявки выясняется, на какую именно программу или на какую именно специальность ты заявляешься и какой уровень будет? Или это уже потом какое-то собеседование будет с человеком, с каждым? Право выбора остается за гражданином. Главное сейчас зарегистрироваться на программу и получить этот персональный цифровый сертификат. Далее необходимо будет определиться до 1 ноября в выборе конкретной программы конкретного курса. То есть можно просмотреть все не спеша, в комфортных условиях принять для себя решение. А до момента, когда ты получаешь этот персональный цифровой сертификат, можно посмотреть где-то перечень этих специальностей? Да, цифровый сертификат.рф, открыт специальный ресурс, перечень программ, их описание, объем, требования, и даже сами краткие, как пройти курс, сколько блоков и так далее. Сейчас уже все это вещи не есть. То есть можно посмотреть, спокойно принять решение. А должно быть все равно какое-то профильное образование? То есть если я тут решила изучить Python, понятно, то есть я должна быть программистом хотя бы. Потому что я же могу занять чье-то место, кто действительно может повысить свою квалификацию. Смотрите, мы все работаем с ноутбуком. И вы каждый день выполняете какой-то определенный набор функций. То есть здесь нужно понять, вы планируете развиваться в той сфере, в какой вы сейчас работаете, и что вам для этого, какие инструменты необходимы, либо вы планируете изменить вообще сферу деятельности, либо вы на сегодняшний день остались вообще как бы за бортом профессиональной деятельности, и у вас появляется возможность повысить свою востребованность на рынке труда, получив вот эти необходимые компетенции. То есть здесь программы дают вам инструмент. То есть это навыки практические, которые позволяют вам себя ощутить более профессиональным, более квалифицированным специалистом. То есть это именно не то, что прослушать какие-то курсы теоризированные, а именно получить навыки, как работать в том или ином продукте. Например, программа Excel. Все мы знаем, как работать с макросами, как составлять формулы, как формулировать эти массивы и так далее. Не все мы знаем. Это знаете, вот смелое заявление сейчас. Далеко не все знают. Но тем не менее, то есть возможность выбрать то, в чем ты разбираешься, но чтобы действительно не оказалось так, что ты куда-то зарегистрировался, 1 ноября или когда-то начинается первое занятие, ты туда заходишь, да, я так понимаю, что онлайн, ведь это все будет происходить. И смотришь вот просто круглыми глазами на то, что там происходит, понимаешь, что ничего не понимаешь и не туда зарегистрировался. А изменить вот эту специальность, на которую ты заявился, уже нельзя, да, в процессе? Да, технология построена так, что если вы уже свой сертификат обналичили, условно говоря, да, то нужно будет курс пройти до конца. Поэтому на старте очень важно грамотно оценить свои возможности, изучить внимательно те курсы, которые вам предлагаются, ну, чтобы понять свои перспективы до завершения этого процесса. А там у каждого курса есть описание все-таки, да, минимальный там необходимый уровень знаний для того, чтобы разобраться вообще о чем-нибудь? Ну, они очень разноплановые, то есть вы в состоянии, ну, оценить с точки зрения своей подготовки, ну, сможете вы до конца дойти, не сможете. Вы сказали, что это, ну, в некотором смысле, там, да, возможность повысить свои компетенции и, ну, какой-то вес свой, на рынке труда, то есть будут выдаваться какие-то документы об окончании этого обучения? Это нормальные курсы повышения квалификации с получением по окончании соответствующего удостоверения, которое можно себе вложить в портфолио. Например, если там ты сотрудник государственного органа или государственной службы, это, соответственно, пойдет в зачет вам как повышение квалификации по своей работе, по своей должности. А если нет? Ну, если не закончите, ну, значит, 30 тысяч денег государство как бы не потратит на вас. Не, я имею в виду, если ты не сотрудник государственной службы, то неважно. То есть в любом случае будет какая-то бумажка, которую ты можешь там потом показать работодателю. Назовем это документ. Документ, да, извините. Да, потому что занимаются, эти курсы разрабатывают наши высшие среднепрофессиональные учебные заведения, которые разрабатывают специальные дистанционные курсы, которые, ну, это не разовая акция, это скажем. То есть это практика устоявшаяся. Проекту не первый год. В прошлом году 5000 сертификатов в пяти пилотных регионах уже были таким образом распределены. Вот, игроки, участники определенный опыт уже имеют и формирование таких программ дистанционного обучения, как взаимодействовать между преподавателями и учениками. То есть это уже такой достаточно отлаженный механизм. Я вот смотрю, там 48 регионов, да, всего участников. Да. По какому-то принципу их отбирали? Попали самые активные. То есть когда приглашение было раскинуто на все регионы, ну, мы вошли в число тех 48 регионов, которые отреагировали на это приглашение, подготовили необходимый пакет документов от региона, вот и попали их в число. Сколько сейчас кировчан, жителей Кировской области уже получили персональные цифровые сертификаты? На сегодня более 700 сертификатов за жителями Кировской области распределено. Но эта цифра не окончательна. Почему? Потому что до 30 октября еще есть время и возможность для каждого из нас. Я тоже такую заявку подал. Жду одобрения, поэтому... А заявку еще должны одобрить, да? Да, конечно. Там есть определенные формальные признаки. Это проживание на территории региона, который участвует в программе. Там нужно и сканы паспорта с пропиской предоставить. Второе, то, что вы имеете профессиональное образование, то есть копию соответствующего диплома. И третье, то, что вы подходите по возрастному цензу. То есть, например, если вы старше, женщина 60, мужчина 65, и получаете пенсию по старости, то в этой программе, к сожалению, уже принять невозможно участие. Ага, пенсионеры, значит, за бортом. Понятно. Ну, это трудоскушение. Ну, у них университет третьего возраста. Как вариант. Идется ли какая-то статистика, куда охотнее всего записываются, на какие курсы люди? Это будет позднее, поскольку сейчас идет как раз вот такая самая активная фаза. Во-первых, формирование сертификатов, затем подтверждение, затем идет параллельно одобрение еще программ, повышение квалификации. То есть, ну, где-то в районе 1 ноября, я думаю, будет понятна картина. А можно ли сейчас понимать, как будут строиться занятия? Или это на каждой спецификации свое вот это расписание будет? Да, конечно. Но я тут уже пробежался по нескольким. Обычно это модульная система, то есть несколько блоков материалов с конечным итоговым тестированием по каждому блоку, и в конечном итоге ты сдаешь как бы общий такой зачет. Не, я больше спрашиваю про время занятий. То есть, поскольку мы про работающих людей говорим, не пенсионеров, им же в будние дни, в дневное время, наверное, не очень удобно заниматься. Ну, здесь нужно смотреть, потому что вот по тем материалам, которые вот я посмотрел, это обычно уже наборы готовых там видеокурсов, там онлайн-курсов. И сидеть там с глазу на глаз с преподавателем, наверное, не все могут себе такое позволить. И выбрать себе удобный формат обучения, взаимодействия там со стороной предающей здания, думаю, тут возможно это все. А, то есть это можно не в режиме реального времени делать, это можно в удобное для себя время, какое-то время выкроить в течение... Ну, есть рекомендации для работающих сотрудников, конечно, выделить время, в том числе и в рабочее, чтобы они могли себе позволить такую... пройти квалификацию, ну, получить курсы правильные и получить нормальное знание, но все зависит, конечно, от текущей ситуации. Ну, это работодателям многое зависит. Конечно. Кто-то разрешит, кто-то нет. Пояснение тут я по поводу образования, простите, смотрю, то есть образование не обязательно должно быть профильным, но обязательно должно быть, в принципе. То есть либо среднее профессиональное, либо высшее. Либо среднее профессиональное, то есть не школа. Нет, нет, это именно профессиональное образование. Записаться на несколько программ, например, сразу нельзя, да? Да, сертификат один, сертификат в одни руки. И одна программа в одни руки получается. Ну, да. То есть ты получаешь сертификат, его одобряют, ну, вот твой сертификат, и дальше ты уже регистрируешься на какую-то спецификацию. Ну, просто сроки недостаточно сжаты, потому что, смотрите, до 1 ноября идет формирование слушателей распределения сертификатов, сам процесс обучения будет проходить с 1 по 25 ноября. У кого-то раньше, у кого-то позже, но все программы должны быть закончены вот в районе 25 ноября, и в декабре уже будут подводиться итоги. Программа не заканчивается в этом году. Вот, я хотела спросить. На следующий год уже идет подготовка, и регионы-участники, они все имеют возможность попасть в эту волну, ну и, соответственно, жители регионов также такую возможность получат и в следующем году. Да, Алексей Васильевич, сразу же уточняю. Эта история будет один раз в год происходить, или, ну, как бы, вот несколько будет волн таких, что называется? Не готов ответить, пока программа идет раз в год. Пока раз в год. То есть в этом году не успеешь, можно попробовать в следующем? Да, конечно. А в разных регионах разные программы? Или они все едины для всей страны? Нет, это площадка федеральная, вот, цифровый сертификат точка РФ, поэтому это универсальные программы на все регионы. Но игроки, точнее, учебное заведение, очень разная география, от Калининграда до Хабаровска, вот, то есть тут можно посмотреть. А давайте подробнее, да, о преподавателях, да. Ну, преподаватели тех учебных заведений, которые прошли отбор. То есть это их... То есть это не обязательно, если это Кировская область, соответственно, у нас кировские преподаватели, да? Кировские вузы вообще участвуют? Нет, кировские вузы, к сожалению, в этом году не участвуют, вот, ну, по определенным причинам, в том числе и технологическим, потому что у тебя все равно должен быть нормальный, обкатанный курс дистанционного обучения, которые, ну, уже позволят его, ну, в таком промышленном состоянии, условно говоря. Вот. Но надеемся, что наш опорный вуз сможет принять участие, ну, и в следующие годы. А есть кто-то, возможно, из известных преподавателей? Или вузы какие-то известные, кто разрабатывал курсы? Ну, вот у меня приятельница вот тут недавно пошла в магистратуру, у нее Лавров преподает. Может, в нашей жизни может быть все, но здесь нужно очень изучать, не готов прокомментировать. Но я вам еще говорю, что это вузы достаточно серьезные. Это, например, Санкт-Петербургский, там, Госуниверситет, там, вот, Новосибирский, там, Государственный университет, вот, и ряд-ряд других, достаточно серьезных. Я вижу, помимо вуза Казанского и университета Иннополис, да, я вижу корпоративный университет Сбербанка, я вижу Кванториум, ну, в общем, много таких достаточно, ну, как бы, известных, да. Если заявка должна быть утверждена, соответственно, она может быть и отклонена. То есть, если мою заявку отклонили, указываются какие-то причины, могу я скорректировать что-то? Возможно, это просто какие-то технические помарки, там, например, недостаточно документов или еще что-то. Сложно пока ответить. Сложно ответить, потому что опыта у нас пока, мы первые, в первом раунде, условно говоря. Первый раз участвуем. Первые, да, шишки набиваем на этом пути. Вот, но по той переписке, которую я имею, конечно, очень важно сформировать очень корректно свою заявку, потому что, видимо, анализ идет в том числе и в автоматическом режиме, ну, невозможно, там, сейчас по России более 50 тысяч уже заявок раскидано, проверить там за неделю, ну, в рукопашу, наверное, это надо очень серьезно иметь ресурс. То есть, там машина отбирает, и вот в этой ситуации как раз у меня там вопрос, вы говорили, что нужно прикладывать копию диплома, вот эти вот вещи, достаточно фотографий на телефон? Ну, я лично делал, то есть, на телефон снимаешь, вот, либо использовать можно приложение мобильный сканер, гораздо оно поджимает и обрабатывает фотографию, кстати, очень удобно, вот, и прикладываешь эти файлики к заявке. То есть, это не обязательно делать все вручную, в хорошем центре, там, да, с разрешением, в каком-то печати. Ну, чтобы там штамп прописки можно было разглядеть, и что у вас название диплом. Не ругается система на такие. Ну, принимают. Главное вообще найти свой диплом, на самом деле. Кстати, да, это вообще-то, вообще-то ведь действительно это проблема для многих. У меня, я сейчас поняла, что пара человек, знакомых, да, искали свой диплом очень долго, когда устраивались на новую работу. Считаю, у тебя трое таких знакомых. Есть ли какой-то лимит заявок, который регион может одобрить, сертификатов, которые он может раздать? Для региона такой планки нет. Чем больше наберешь, тем лучше для людей, потому что это все зависит от жителей, от их активности, от их желания. В целом, квота на всю Россию, на 48 регионов, 33 тысячи сертификатов, вот, поэтому... Так, подождите, всего 33 тысячи сертификатов, как-то по регионам 48, и в Кирове сейчас уже 700 человек в Кировской области, а может даже и больше, потому что это... Цифры же не сразу там, да, в реальном времени отображаются, может уже и больше, то есть уже, может, и лимит-то исчерпан. Вам никто не напишет, не скажет, так, Кировская область, вы что-то перебираете уже? По крайней мере, от организаторов нет отбоя, точнее, отключения, что вот все как бы выбрали, и, по крайней мере, организаторы заявляют о том, что все заявки будут рассмотрены и удовлетворены, несмотря на установленную квоту. Как это будет выглядеть физически, в ноябре увидим. Понятно. Еще вопрос у меня все-таки вот по преподавательскому составу. У меня, к сожалению, компьютер как-то очень медленно грузит сайт, и, может быть, Даша там как раз на вот сайте цифровой сертификации сейчас находится. Да, я не могу зайти в каталог, мне все интересен каталог, мне просто авторизоваться. Понятно, я хотела как раз спросить, по специальностям можно ли там посмотреть у каждой конкретной специальности список преподавателей появленный, вот то, о чем Даша спрашивала насчет Лаврова, да? Но, видимо, сейчас в процессе эфира мы не сможем. У курса, который я смотрел, там есть список преподавателей, то есть вы можете посмотреть на регалии, на фамилии, и, соответственно, выбрать, у кого учиться. Но если вы вращаетесь в той или иной сфере, вы понимаете людей, которые авторитетные, на чье мнение вы можете опираться. Ну вот, а такой вот вопрос, да, возможно, больше философского плана, то есть насколько работодатели, на ваш взгляд, будут воспринимать вот этот полученный сертификат, как... Весомый какой-то документ. Как доверие, да, к человеку? Смотрите, у вас будет удостоверение установленного образца повышения квалификации. Работодатель, ну, програнировать такой документ, ну, думаю, это не совсем правильно. Второй момент, это прямая экономия работодателя, потому что не все наши работодатели могут себе выделить 30 тысяч рублей, там, из бюджета для того, чтобы обучить того или иного специалиста, даже если он заявляет о том, что вот он готов и себя более показать. То есть это такой обоюдный шанс, с обоюдной возможностью. То есть, грубо говоря, работодатель сам может выступить инициатором этого обучения для сотрудников своих? По сути, да, скоординировать. И мы же провели очень серьезную работу с нашим профессиональным сообществом и с нашими отраслевыми органами власти для того, чтобы они эту информацию распространили, в том числе, среди работодателей, не только неработающего населения, но и среди людей, которые занят трудовой деятельностью. Потому что ты понимаешь свои перспективы, и с учетом вообще тренда на цифровизацию и последнего указа президента Июльского о том, что у нас должна начаться работа по цифровой трансформации именно отраслей экономики. То есть в этом ключе очень важное направление. Алексей Васильевич, вынужден вас признать, прервать, мы что-то заболтались, у нас уже вышло... Не показывает страшного лица. Значит, было интересно, я так понимаю. Да, заговорились. Спасибо большое. Да, еще раз цифровой сертификат, сайт, посмотрите, пожалуйста. Регистрируйтесь, времени остается 4 дня. Дневной разворот на этом завершается. Редактор субтитров А.Семкин